Анапские медики бьют тревогу. Ежедневно на приеме у эндокринолога выявляется минимум один случай заболевания сахарным диабетом. Как правило, это становится известно при лечении других заболеваний и для многих пациентов становится полной неожиданностью. Диабет может годами протекать бессимптомно. Обнаружить его на ранних стадиях возможно только при помощи специального лабораторного исследования. На сегодняшний день сахарный диабет катастрофически молодеет. Диабет второго типа сейчас обнаруживают даже у детей. И где-то начиная с 40 лет у нас появляются пациенты с сахарным диабетом. Есть единичные случаи пациентов совсем молодого возраста, 30-летних, которые имеют сахарный диабет второго типа. Как правило, это пациенты, имеющие ожирение и наследственный фактор. Павел Петренко заболел этим недугом пару лет назад. Активная терапия, здоровое питание и физическая активность помогли остановить развитие болезни. Но теперь необходимо регулярно обследоваться у врача и проходить курсы лечения. Заболел, похоже, давно. Узнал о том, что болею с сахарным диабетом года два назад. По результатам анализа пришел с гриппом, выяснилось, что есть еще и сахар. Но долго не обращался. Потом обратился к эндокринологам, к нашим. Ну и лечусь теперь. В Анапе на учете у эндокринолога с диагнозом сахарный диабет состоит 4942 человека. Из них почти 70 – это дети. В группе риска люди старше 45 лет, страдающие ожирением и имеющие наследственную предрасположенность. Эндокринологи называют диабет тихим убийцей. Он губит более трех миллионов людей в мире ежегодно. Страшно не само заболевание, а осложнение, которое порой приводит к необратимым последствиям. Сахарный диабет дает осложнение на сетчатку глаза, когда поражается сетчатка глаза, кровоизлияние в сетчатку глаз, нарушение зрения вплоть до слепоты. Это осложнение на почке, это поражение почек, нарушение микроциркуляции стороны почек и почечная недостаточность. Это поражение микроциркуляции области сердца, это развитие ишемической болезни сердца. Это поражение крупных сосудов, конечностей, нижних конечностей, в том числе, вплоть до развития гангрены с ампутациями. То есть осложнения сахарного диабета самые тяжелые для жизни человека и вплоть до смертельных. Диабет развивается крайне медленно в течение 15-20 лет. Человек может и не знать, что у него повышен сахар. Поэтому важно уделять внимание профилактике. Для этого ежегодно в городской поликлинике проводится бесплатная диспансеризация населения. Кроме того, анапские медики ждут на прием всех, кто заподозрит у себя симптомы заболевания. Среди них постоянная жажда, повышенный аппетит, запах ацетона в выдыхаемом воздухе. Но все же самой эффективной профилактикой по-прежнему остается здоровое питание и активный образ жизни. Субтитры создавал DimaTorzok